Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная Деревня. Меня зовут Юлия. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. Ну, пятница сегодня, прекрасный день, и у меня не было каких-то особых грандиозных планов, я никуда не собиралась ехать. Венчуром у меня собрание у Демьяна в школе. Думаю, ну, до собрания погода сегодня хорошая. Займусь посадками. Посадками посажу, там, вот эти гладиолусы, там, георгины, ну, в общем, таким. Земличка, к земличке потянула. Ну, видать, это что-то не мое. Ну, вообще ни разу. Повезла с утра Полю в сад и заметила, что под машиной достаточно большая лужа масла. Течет опять с переднего моста, несмотря на то, что вот буквально пару дней назад мне переделывали. Опять течет, опять еду. Какие посадки? Когда этим заниматься? Непонятно. Забрала заказы, которые собирала, которые сегодня, почта СДЭК. Сейчас на почту заеду, она как раз должна открыться, время почти девять. Ну, потом в сервис, а потом на обратном пути в СДЭК. План такой. И к пяти часам еще надо успеть на собрание. Какой огород? Юль, вообще о чем ты думаешь? Не дает тебе жизнь времени на огород. Не судьба. Ну, все. Подшаманили, подкрутили. Силиконом еще распромазали. Посмотрим, как дальше будет. Будем надеяться, что все нормально. Сейчас в СДЭК отправит то, что вчера собирала. И с электриком мне надо встретиться. Позвонил электрик. Приехать, посмотреть, что нужно сделать. Делать очень много. Наверное, частями. Не знаю, как. Даже не знаю, стоит ли. Наверное, надо сказать, значит, что нужно. Нужно, во-первых, от столба протянуть провода на бытовку, где планирую брали. Дальше тоже от столба провода на дом, на коричневый, где мы спим. Потому что сейчас там сделано временно. То есть там провод кинут через одно место. Не от столба напрямую, а через кухню, через щиток кухни. Выведен провод, туда протянут. Он такой, ну, не очень. Дальше переделать электрику в доме. Ну, повесить эти ящики. Сделать электрику в спальне. В общем, дел там дофига. И вот сейчас должен подъехать электрик, чтобы посмотреть все дело, посчитать. Ой, готовься, Юля. И морально, и финансово, но больше морально. Я понимаю, что это, ну, как бы, все возможно сделать. Все возможно сделать. Не бывает ничего такого, что сделать. Но как-то, блин, это, когда планы впереди грандиозные, как-то это... А, еще, кстати, заземление надо сделать. Земли-то у меня тоже нет. Заземление нужно сделать по-по-по-по-по. По-везде. Ну, когда какая-то такая грандиозная задача стоит, как-то неуютно себя, некомфортно чувствуешь. Кажется, что можешь не справиться с этим делом. Все, ладно, поехали. Так, товарищи. Сдэк отправила, зашла в Альберес. Что в Альбересе приехала? Аккумулятор Димьяну запасной на рацию. Рацию я показывала уже, у него день рождения. Фонарокому рация. И вот запасной аккумулятор, он приехал позже. Дальше приехала краска. Я же хочу себе вот здесь синюю полоску. Да, я вот пыталась, ничего не получилось в парикмахерской. Но, главное же упорство. Купила краску синюю. Будем делать здесь полосочки. И приехали еще весы. Такие маленькие весы. И безмен весы. Ну, это для работы. У колбасника не бывает мало весов. Не бывает мало весов. Поэтому еще приехал двое весов. Все, поехали по-моему. А тут у меня уже... Ну, нехорошо будет, если человек будет меня ждать. Я так не люблю. Хотя оно всегда само так получается. Но я всегда стараюсь, чтобы так... Ну, не получалось. Электрики, электрики. После электрики. Здесь можно жить и делать электрику. Каждый божий день. К пенсии как раз закончишь. Вывод примерно такой. С чего начнем? Начнем с улицы. Провода в будущий бролерятник по столбам. Провод от столба к тому дому. Там щиток. И оттуда еще на коптильню. Оттуда еще на тот курятник. Плюс провода. Здесь разобрать. Здесь какие-то новые, какие-то старые. Все вперемешку. Здесь все разобрать. Здесь зачистить, привести в порядок. Нормальный щиток здесь повесить. Щиток там, щиток там. В общем и целом. Работаем валом просто. Ну, начнем с основного. Основного вот с этого тридцатник вместе с расходниками и работой. Ну, спасибо мальчишке, так сказать. Знакомые, недорого. Я думала, будет намного дороже. Хотя, на самом деле, это только начало. Осталось дождаться, когда у них там время будет. Наверное, сказали, скорее всего, может быть, на следующей неделе. Если все нормально сложится, то, наверное, на следующей неделе. Приступят, так сказать, к этой затее. О, кошки, смотрите, не дружат. Чернилка с Дейлом. Ща будет драка. Все, погнали наших городских в сторону деревни. Все. Буду, кто-то в забор выехался. Такие не дураки. Тем временем, два часа уже. Пойду пообедаю. Пообедаю. Вариантов масса. Хочешь, Юль, потом иди, полы мой хочешь, иди сажай. Что поделать, не знаю, подумаю. Сейчас, короче, пообедаю. Потому что у меня еще в пять часов собрания. Три часа времени. Сейчас поем. Посмотрю, что. Наверное, полы помыть, чтобы ковры занести. А то дождик собирается. Вы знаете, говорят, хочешь рассмешить Бога, как-то расскажем о своих планах, да, или ничего не планирую на голодный желудок. Я покушала, конечно. Сейчас я до полы помолю в огород. Пойду. Я покушала, на кресло села и не отключилась. Чуть в собрании не проспала. О, блин. Ладно. Не страшно. Все, окончено собрание. В основном говорили про выпускной, про экзамены и про трагедию в Казани. Ну, такой. Ну, школа же должна провести, так сказать, какой-то инструктаж родителей. И насущные проблемы. Фотограф, тортики и так далее, и так далее. На часок, сегодня прям быстро. Отстрелялись, убежали. Вернулась домой. Дема полю забрал, потому что я бы не успела. Мы что, полоски, кто не отменял? Поэтому, пожалуй, займусь-ка я этим неблагодарным делом. Вообще неблагодарный и не раз. Забыла, на чем закончила снимать. Уже и следующий день настал. В общем, что со стиральными машинками? Поставили другую стиральную машинку сюда, мальчики, притащили. Поставили, подключили. Она у нее не работает. Я не знала, что у нее это не работает. Это насос. Она не сливает воду. У нее барабан крутится, а воду она не сливает. Разобрали старую стиральную машинку, которая у нас тут сломалась. Оказалось, слетел ремень. Повесили ремень на место. Опять ту, которую принесли, унесли, которая была, на место поставили, работает. Пока все туда-сюда носили, в бане все вверх дном, и я баню генералю сейчас ковры стираю. Вон ковры, видите, в этой машинке и в этой машинке на полную ковры стираю. В общем, такая у меня генералочка банная. Продолжение следует... Смеркалось. Вечер, на самом деле, наступил. Я пыталась сегодня покосить. Залила... Ну, Демьян привез бензин, все сделала. Разобрала косилку. Оказалось, блин, нет лески запасной. Там то, что на косилке очень мало. Надо завтра купить леску запасную, не забыть. Машинка стиральная. Отстирала три раза, и опять слетел ремень. То есть опять барабан крутится. Ну, машинка гудит, а барабан не крутится. Есть у меня подозрение, что ремень растянулся, надо бы его заменить. Полезла искать запчасти. Нашла, оказывается, что этих ремней достаточно, ну, большое разное количество под самсунговские стиральные машинки. Они там с разной маркировкой. Еще нужно залезть, посмотреть, какая маркировка на ремне написана на стиралке, и заказать, и потом поменять. Ну, и этот пока старый, одеть на месте. Может, еще пару раз что-нибудь простернет. Итак, что мы тут видим? Ремень слетел. Вот он. Вот на это колесо, наверное, одевайте. Вот сюда, на вал. Ну, да, сейчас найдем маркировочку. Что пишут? Микро В. G4. Вот. О, у меня сегодня ногти отвалились, сейчас буду переделывать. А то скажут, Юля, полнооксина окрашена. Так, микро В1270G4. Пойдем искать. Так, друзья, не уверен. Ну, как сказать. Я надеюсь, что дело в ремне, но вот я ремень надела, колесо вот так это крутишь, но барабан крутится, и ремень сползает внутрь. То есть, если просто вот так крутить, то, оп, видите, раз и слетает. То есть, он едет сам туда, в ту сторону. Блин. Как это отрегулировать? Ну, ладно, в любом случае, закажем новый ремень, а там посмотрим. Так, товарищи, все, уже не то, чтобы смеркалось, уже все стемнело. Уже вечер наступил, я помылась, помылась, спать отправилась, помылась, тоже спать пойду. Закончу подписать ролик, честно сказать, я пишу его три дня. Три. И какими-то кусочками я уже даже забыла, про что снимала. На монтаже сейчас, короче, память освежу. Не знаю, интересно, он получился или нет. Какими-то урывками, кусочками. Ну, старалась, так сказать, самые основные моменты запечатлеть. Все, будем сегодня на этом с вами прощаться. Завтра понедельник, начало рабочей недели. Та-да-да-дам, выходные окончены. Внизу, в описании к этому видеоролику, всякие разные полезные, интересные ссылки, в том числе ссылка на наш магазин ВКонтакте, который называется Вкусно Ем. Там можно заказать колбасу, копчености или специи, приправы и оболочки, для того, чтобы сделать все эти вкуснятины самостоятельно. Как сделать заказ в магазине Вкусно Ем? Вот в этом ролике. Вот здесь пониже что-нибудь интересненькое. Вот сюда нажмете пальчиком, подписывайтесь на наш канал, вот здесь пониже наш второй канал про колбасу и копчености. Все, друзья мои, всем спасибо за просмотр. Всем желаю неломающейся техники и бодрых выходных. Все, ребятки, всем пока.